Здравствуйте! Это программа «Неделя города» о главных новостях пятницы и уходящей неделе расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Теперь памятник природы Дубовой рощи у села Коростово присвоили статус охраняемой территории. Поддержка для людей с ограниченными возможностями здоровья, как получить налоговые льготы. Вернулся и готовится к новым соревнованиям. Вратарь хоккейного клуба Рязань Петр Кочетков стал лучшим игроком на молодежном чемпионате мира. Дубовая роща теперь памятник природы. 125 с лишним гектаров около села Коростово получили статус охраняемой территории. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства региона. Эта дубрава является реликтом древних лесов поймы Оки и любимым местом отдыха многих рязанцев. Природный учебник для школьников, помогающий изучать редкие виды флоры и фауны. Дубки раскинулись на территории в 125,7 гектар между поселками Коростово и Заокское. Это остаток леса, который окружал всю пойму реки Оки с древних времен. Местным дубам около 400 лет. У нас здесь есть экологические тропы, когда со школьниками проходят предмет окружающий мир в начальной школе. Затем на уроках природоведения, биологии, экологии в средней и старших классах. Цветы, соцветия, растения. Разнообразный природный мир. Даже занесенный в красную книгу жук-восковик-отшельник обитает только в наших дубках. Теперь дубки являются памятником природы. Решением губернатора местность получила статус особо охраняемой территории регионального значения. На проведение экологического обследования из областного бюджета потратили 600 тысяч рублей. Новый статус не только поставит спасение Дубравы в приоритет в случае экологических проблем или пожаров, но и защитит ее от комплексной застройки. Вот как раз на этой площади мы пытались посадить. И высадили много достаточно, но их принялись прям единицы. Ака близко, разлив, вот как они тут вот сохранились. Или разлива большого не было. Хотя вот наоборот, говорят старейшины, что раньше еще больше была вода. Вот эти дубы принялись. Ну и говорю, косят. Нам мешает вот это вот. Интересно, что инициаторами проекта стали ученицы заокской школы. Оказалось, что главная проблема дубовой рощи – это мусор. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей из Рязани и Москвы. Однако немногочисленные контейнеры быстро заполняются, а с их вывозом возникают проблемы. Поэтому пакеты кидают прямо на землю. Развешивали баннеры тут. Ну то есть не мусорить с просьбами, не сжечь что-то, не срубать деревья. Но мы поняли, что этого будет мало, и поэтому стали обращаться уже за помощью к нашему директору. А он уже пошел дальше. Следить за территорией должно было Солочинское лесное хозяйство, которому и так не хватает людей. Школьники и администрации района надеются, что с присвоением нового статуса этот вопрос решат радикально. А также сформулируют четкие механизмы финансирования и охраны территории. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Об уплате налогов знает, пожалуй, каждый. Но есть люди, для которых действуют льготы и специальные выплаты, которые значительно облегчают финансовую нагрузку. Наша съемочная группа выяснила, как эта система помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. Можно ли прожить на одну пенсию? Этот вопрос особенно остро стоит для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Александр Буров, инвалид второй группы, знает ответ на этот вопрос. Молодой человек работает на двух работах. Несмотря на последние прибавки, пенсии катастрофически не хватает. Пенсии, конечно, можно понять, что не хватает, потому что работы еще. Пенсии около 13 тысяч. Больше всего приходится тратить средства на еду, на проезд. Конечно, говорит Александр, налоговые льготы есть, но информации о них он найти не смог. Признается, ее крайне мало. Многие льготы, для того, чтобы они заработали, нужно идти и добиваться, собирать документы. К сожалению, мало информации об этом. Раньше была реклама, заплати налоги и спи спокойно социально. Все знают. И вот если бы такая информация была о льготах. Для лиц с ограниченными возможностями действительно действуют налоговые льготы. Имущественные, земельные, транспортные и оплата госпошлины и нотариальных услуг. У нас заявительный порядок льготирования. И пока налогоплательщик не обратится в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы по тому или иному имущественному налогу, соответственно, налоговый орган не сможет эту льготу применить. И мы рекомендуем всем рязанцам, которые относятся к льготным категориям, сделать это заблаговременно. Лучше всего, чем быстрее, тем лучше. Но хотелось бы все-таки до 1 мая, чтобы у нас все вновь ставшие льготниками категории заявили об этом. Так, например, от транспортного налога освобождены инвалиды и пенсионеры, имеющие специально оборудованные автомобили. И те, кто имеет в собственности автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Или мотоциклы. Для инвалидов и пенсионеров также существуют льготы на земельный налог, но распространяются только на один земельный участок. Также действуют льготы на имущественный налог. Это имущество должно быть освобождено от участия в предпринимательской деятельности. И, во-вторых, это следующее условие. Освобождается один объект каждого вида. Что это за объекты у нас? Это квартира или комната, это жилой дом, это гараж или машина-место. Также льготы действуют на оплату госпошлины и нотариальных услуг. Инвалиды и пенсионеры при уплате госпошлины или обращении к нотариусу имеют скидку 50%. Льготы распространяются также на детей инвалидов и их семьи. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Повертаря хоккейного клуба «Рязань» Петра Кочеткова назвали лучшим игроком на молодежном чемпионате мира. Спортсмен провел четыре матча и одержал три победы. О прошедшем турнире и предстоящих соревнованиях в сюжете Валерия Седова. На воротах Петр Кочетков. Ему 19 лет и он отразил 95% бросков. Это статистика молодежного чемпионата мира по хоккею, по итогу которого Петра назвали лучшим игроком. Мы очень хорошо играли в защите и у нас была очень талантливая команда в этом сезоне, в этом году. И я выходил со мной мыслью получать удовольствие от хоккея, потому что такое событие бывает раз в жизни молодежного чемпионата мира. Так что хорошо, что удалось привезти медаль. Всего Петр отстоял пять матчей в чемпионате. Играли с чехами и словаками. Удалось даже побороться с принципиальным соперником для России – канадцами. Канадцы, да, это давно противостояние, с 1972 года, но все матчи с каждым соперником были принципиальны. И с Канадцами пришел полностью зелено 20 тысяч. Ну, очень… Я никогда не играл при полных таких трибунах, потому что здорово, как бы, хорошо, что удалось добиться победы. Российская сборная завершила молодежный чемпионат мира с бронзовыми медалями. В матче за третье место обыграли Швейцарию со счетом 5-2. С победой спортсмена поздравили все игроки рязанского клуба, а также тренерский состав. Теперь обратно в Рязань возвращаться к тренировкам, разминка, подготовка ко льду и вратарские упражнения. А игры совсем скоро. 12-го числа играют на родине, а потом улетают в Китай. Надо, ты бог, хорошо закончить домашнюю серию и, как бы, готовиться к Китаю. Ну, надо просто готовиться к каждой встрече. Там, все-таки сейчас при своих болельщиках играем, надо их как можно чаще радовать. В основной состав Петр пока не заявлен. Это уже решение тренерского штаба. Вратарь вернулся накануне 8-го января, когда у клуба была игра с командой «Чалмет». В матче 10-го января также поучаствовать не удалось. Сейчас с боевым настроем Петр возвращается в привычный ритм. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Рязанец провалился под лед на третьем Барковском карьере. Место огородили лентой, однако никаких знаков не установили. Мы выяснили, почему там опасно ходить. У Бориса и Виктора рабочее утро началось на карьере. Приходят сюда, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом и порыбачить. Хороший улов был перед Новым годом, а сейчас не очень везет. Сменили несколько лунок, приманку, но рыба не клюет. Пока не началась рыбка шевелиться. Я думаю, часиком-двум, как вчера мы пришли, но начал потихонечку брать. Ну, платвичка так попадает более-менее. Ну, я не хочу вот так выражаться, какое количество. Наше дело правое. Набрать килограммчик. Жене удовольствие исправить, понести на сковородочку, пожарить. Ну, а остальное на тараночку мелочь. Повезло только соседу. Вытащил небольшого окуня. Рыбаки рассказывают, в этом месте ловить безопасно. Толщина льда порядка 20 сантиметров, а чуть подальше полыньян. Но знают о ней далеко не все. Сократить путь, возвращаясь домой, или попробовать ловить в новом месте подальше от других. Верные способы угодить в эту ледяную ловушку. Если бы мороз был помягче, она была бы открытая. А морозик придавил, немножко пленочек появился, и снег пошел. Снегом прикрыло. Человек не знал, что, может быть, мы туда не ходим. Мы вот сидим, тут глубина 15 метров. Где тут утонешь-то? Лучше всего ходить на рыбалку с друзьями, чтобы было кому тебя вытащить и брать с собой веревку. Мы всегда вдвоем в паре ходим. Мало ли что со мной случится, или с ним что-то случится. Мы можем друг другу помочь. Я могу сюда добежать, позвонить по телефону, чтобы подожжаться скоро, или кто там приедет. Так что лучше вдвоем в паре ходить. Сооружение из веток и оградительной ленты, сделанной руками рыбаков. В месте, где произошло ЧП, таблички выходить на лед опасны нет. А это значит, что на третьем браковском карьере под лед снова могут провалиться люди. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сбивали сосульки и повредили крышу. Из-за действий коммунальщиков пострадали жильцы дома номер 14 на улице Магэс. У них в квартирах открылись обои, на стенах появилась плесень. И это лишь часть проблем. Вот раз, вот здесь вот два, вот там три. И с той стороны тоже по углу в комнате протекает. Вы же чувствуете запах мокрой этой побелки, неприятный, прям задыхаешься от него. Новогодние праздники Владимир Лорионович провел в дежурстве около тазиков. Вода текла сразу в четырех местах. Больше всего пострадала кухня. Мужчина отмечает, что проблемы с кровлей были и раньше. Дом номер 14 на улице Магэс построили в 1968 году. С тех пор капитального ремонта крыши здесь не было ни разу. Очередная волна бед началась перед Новым годом. Капало все время, прям как часы. Тик, 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 тик. Поэтому я перед сном всегда подходил, выливал, чтобы за ночь не перевелось ведро. Утром вставал, ну, пол ведра и пол тазика набиралось. Представители управляющей компании избивали сосульки с крыши. И, по мнению жильцов, повредили бетонные перекрытия. Водой залило сразу шесть квартир. Все они находятся на верхнем пятом этаже. Пострадали и стены трех подъездов. Плесень и подтеки не проходят все 10 праздничных дней. Рядом появились и новые трещины. По словам Тамары Васильевны, проблема с протечкой возникает ежегодно. В 2018 году обещали сделать капитальный ремонт крыши. Однако работы так и не начали. В этот раз проблему женщине пришлось устранять за собственные средства. У нас потолок натяжной на кухне. И там без конца лило. Все. И до того налило, что уже так вот. Скоро потолок был. Провалится. Повреждения в своей квартире Андрей заметил лишь 4 января после жалобы соседей снизу. По углу комнаты вода спустилась и к ним. Проблему не заметил вовремя из-за новогодней елки, которая стояла как раз в этом углу. Обои отклеились. Тут плесень. Все это. Стоит вода. Она до сих пор влажная. Ну, как мы знаем, по физике, если жидкость замерзает, она расширяется. То есть она будет расширяться, сужаться. И если сейчас по весне будет это все течь, то будет огромная трещина в стене. И как ее потом заделывать, непонятно. Ну и, естественно, мы сидели без электричества, отключали. Потому что течет все на розетку, боялись короткого замыкания. В управляющую компанию жильцы позвонили сразу. Диспетчер обещал решить проблему в течение суток. Однако за новогодние праздники техник так и не появился. Сегодня наш представитель в лице инженера, службы главного инженера, будет по этому адресу, в этой квартире. И мы все детально, естественно, разберемся и посмотрим. И сегодня, к концу дня, к 16.00, у меня будет информация, что мы там предпримем для того, чтобы ситуацию нормализовать. Однако нам не уточнили точные сроки ремонта крыши. Также осталось неизвестным, возместят ли жильцам причиненный ущерб. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Число бесплатных парковок в Рязани продолжает уменьшаться. Запретили парковаться у входа в Центральный парк культуры и отдыха с стороны улицы Пушкина. Пробка каждый день образуется на подъезде к торговому центру «Малина». После того, как там запретили на час бесплатно оставлять авто, автолюбители заполонили пешеходную зону. Вокруг торгового центра пешеходные зоны. Заезжать сюда вообще нельзя. Но машин по-прежнему очень много. И люди просто не знают, где еще припарковаться. Коллапс на подъезде к торговому центру. Раньше на час машину можно было оставить бесплатно. Сейчас стоимость 50 рублей. В два с лишним раза дороже, чем на городских парковках. Вот так вот ютиться между машин, как бы и тебя могут притереть и просто уехать, как случилось вот на днях. То есть я считаю, что если бы она была бесплатной, так было бы правильнее. Территорию вокруг торгового центра «Малина» сделали пешеходной в июле 2018-го. Однако фактически этому статусу она не соответствует до сих пор. От безысходности те, кто работает рядом, бросают машины, нарушая правила дорожного движения. Сложно ходить. Мы здесь рядышком работаем. И мы вообще постоянно с большими трудностями преодолеваем все эти переходы от одной улицы на другую. Сложно. Машин, конечно, очень много. Это беспокоит. Если место есть, то, конечно, люди вон жмутся, вон парень пошел между машин. А если ставят так, что притерку вплотную, конечно, не пройдешь совсем. Рядом на подбелке находится областная дума, МФЦ, почта. Но ни у одной из организаций нет своей бесплатной парковки. Неизвестно, где оставлять машины жителям, которые приедут сюда, чтобы получить бесплатные услуги. Мы решили найти бесплатные парковочные места поблизости. Парковка есть рядом с памятником Ленина, но на ней помещаются всего 11 автомобилей. Также можно оставить авто на небольшом участке Мюнстерской улицы, полностью забитой машинами переулки. Но этих парковочных мест явно недостаточно. На них не разместить и части автолюбителей, приехавших на почту или в МФЦ. Поставщики продуктов и товаров, клиенты которых находятся на подбелке, с трудом находят место, чтобы разгрузиться. Удобство улицы оценивает однозначно. Плохо. А почему плохо? Неудобно, места разгрузки нет. На площади Ленина даже платная парковка практически забита. На Горького Ленина и Соборной остановка запрещена. Несмотря на угрозу быть эвакуированными, автолюбители все равно оставляют машины у тротуаров и под знаками. Другого выхода для тех, кто не в состоянии оплатить парковку, просто не оставили. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Стали известны подробности новогоднего убийства, произошедшего в Рязани. Напомню, жители города и его друг до смерти избили знакомого, которого заподозрили в краже сотовой телефона, денег и ключей от квартиры. Видео с места преступления в нашем следующем сюжете. Праздник, который закончился трагедией, друзья в конце декабря начали отмечать. Пошли в магазин за алкоголем, встретили старого знакомого, у которого, что называется, трубы горели. Пожалели и позвали с собой, дальше, как в классическом детективе. Все разошлись, хозяин проснулся утром, запертым в собственной квартире, ключей, а также денег и сотового телефона не нашел. Кто оказался вором, догадаться нетрудно. Случайный гость оставался, когда остальные разошлись. Хозяин узнал, где живет похититель. Идея наведаться в гости и забрать похищенные тоже пришла случайно. Уже в январе друзья продолжали отмечать и проходили мимо дома, где он жил у своей знакомой. Поплотил за голову, повернул его. Вы можете присесть, как все это было показано? Да, повернул его голову. Куда? Вот вправо. Спросил, где деньги, телефон и ключи. А вы где находились? Сзади него, вот как сейчас стоит. Вот здесь вот. Словесные выяснения, где похищенные вещи и деньги, результаты не дали. Завязалась драка. После того, когда вы закончили сбивать, что делал потерпевший, что делали вы? Мы отошли назад, зашли в зал, там сидели эти две девушки и говорили, уберите его отсюда. Мы его боимся, он нас бьет. А потерпевший что делал? Потерпевший сидел, ну вставал. Мужчины еще успели пообщаться с хозяйкой квартиры и ее приятельницей, а когда уходили, он еще был жив. Как было установлено предварительным расследованием, они нанесли ему порядка 15 ударов руками, ногами, по голове, по различным частям тела, по животу, по спине, по ребрам. После чего они покинули эту квартиру и ушли по своим делам. Избитый был доставлен в лечебное учреждение, в областную клиническую больницу. Где мужчина умер через несколько дней. Судмедэкспертиза показала, смерть наступила от полученных травм. 8 января по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В тот же день задержали подозреваемых. Они были допрошены, дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Пояснили, что да, действительно, они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашли этого гражданина, избили его. Не добились от него никаких внятных результатов о том, где деньги, где телефон. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Стамислав Кудряшов, телекомпания «Город». Впереди крещанские морозы. Температура воздуха в ночные часы снова может опуститься ниже отметки минус 20 градусов. Мы узнали, как не стать жертвой минусовых температур. Таких ситуаций на дороге, особенно в области, возникает много. И чтобы угодить в нее, достаточно немного не рассчитать. Слишком плотно вперед решил, и уже закончился такой твердый снег. Попал в рыхлый снег, и правое колесо. Ну, когда я стал езжать, оно еще больше зарылось. Соответственно, ну, я там пытался какие-то веточки подложить, подкопать. Вокруг это не помогает. Нужно либо, чтобы могли вытолкать, ну, либо буксир. Станиславу повезло, его автомобиль застрял в людном месте. Водители сразу же откликнулись и помогли выехать. А если бы это произошло в области, да еще в темное время суток, то пришлось бы искать способы согреться на морозе. В настоящий момент пять человек с диагнозом «обморожение» проходят стационарное лечение в областной клинической больнице. Объединяет этих людей один фактор – злоупотребление алкоголем. Есть среди них и рыбак, который оделся не по погоде. Специалисты уверяют, что выпивать, чтобы согреться, это один из самых распространенных мифов. От алкоголя сосуды, наоборот, расширяются. Увеличивается теплоотдача организма, и человек замерзает. Разрушили врачи и другой миф. Растирать пораженные сегменты тела снегом – это в корне неверно, потому как микрокристаллики этого снега, который зачастую идет с примеси со льдом, он травмирует и без того уже истонченный поврежденный кожный покров, и ваше охлаждение может и углубиться, и в то же время может произойти риск инфицирования. Первые признаки обморожения, которые появляются довольно быстро – это покалывание, зябкость и мурашки. Кожа становится бледной, особенно на кистях и стопах. А вот если признаки обморожения уже появились, то стоит сразу же обратиться к врачу. Медработники говорят, что чаще всего люди приходят уже слишком поздно, когда требуется лечение амбулаторное. Для того, чтобы этого избежать, совет всего один, каким бы банальным он ни был – одеваться теплее. Одежда в первую очередь должна быть свободная. Одежда должна быть в несколько слоев, в том числе рекомендуется использовать термобелье для отвода влаги. Одежда должна быть непродуваемой ветром. Зависит, конечно, многое от того, сколько времени человек планирует провести на свежем воздухе. Обязательно должна быть шапка. Лучше всего ушанка, так как 40% тепла человеческого тела уходит через голову. После новогодних праздников рязанцев погода не балует. Ночью 7 и 8 января температура опускалась ниже 20 градусов. Подобное произойдет и в ночь на 10-е. А после станет теплее. С 11 января при приближении североатлантического цикла на характер погоды начнет меняться. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Начнут поступать более теплые воздушные массы с юго-запада. А это значит, что ожидаются осадки и постепенное повышение температуры воздуха. Синоптики утверждают, что на следующей неделе ночная температура воздуха ожидается в пределах минус 7 градусов. Под холодный удар погоды попали автолюбители. Как завести машину с утра и не потерять ее за ночь – задача не из простых. Достаточно значительные бывают в зимний период. Достаточно соблюдать несколько правил. Это содержать автомобиль, как я говорил, в условном состоянии. Второе – нужно использовать смазочные материалы, соответствующие вашему региону, и режиму эксплуатации транспортного средства. Ну и просто следить за автомобилем. Если автомобиль сразу не запустился, не надо по 10 минут гонять стартер. И тем самым вы, первое, выводите из строя свой стартер, второе – вы рискуете спровоцировать возгорание. А вот чего делать не стоит, по словам сотрудников сервисного центра, так это пользоваться некачественными тепловыми одеялами, изготовленными из легковоспламеняющихся материалов. А в остальном совет – следить за машиной. Сейчас почти у всех двигатели инжекторные. Они автоматически подстраиваются под температуру окружающей среды. А если качественные смазочные материалы, то проблем по утрам и вовсе не будет. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Усадьба Попова и ансамбль Троицкого монастыря вошли в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения. Это позволит не только исключить возможность застройки территории, но и сохранить исторический облик. В реестр объектов культурного наследия регионального значения вошел ансамбль Троицкого монастыря, который расположен на Московском шоссе. Место уникально своим историческим значением. В 1386 год первое упоминание в летописи о том, что преподобный Сергий Радонежский пришел в Рязань, остановился здесь в монастыре, ночевал здесь, молился здесь. Тогда был, конечно, деревянный весь. И наутро пошел в Рязанский Кремль на встречу с Олегом Рязанским для примирения великого князя Дмитрия Донского и Олега Рязанского, то есть Москвы и Рязани. Однако постройки того времени не сохранились, ведь тогда Рязань была деревянной. В 1695 году был построен Троицкий храм, а затем Сергеевский, который сейчас полностью отреставрирован. Троицкий храм на плотно реставрируется, реконструкция уже заканчиваем. Вот, впереди колокольню будем строить заново практически, потому что остался один ярус только. Очень много здесь, когда строили завод, много допустили неправильности. И всю эту землю, которую сколозаван по всему миру, можно сказать, размазали, чтобы не вывозить, извините за такой термин. И поэтому приходится исторический ноль, подходить к историческому нулю. Это местами до полутора метров даже снимать слои земли. Сейчас реставрация мужского монастыря продолжается. Внесение в реестр объектов культурного наследия регионального значения помогает привлечь партнеров и продолжит работы, учитывая все нюансы исторической архитектуры. Под охрану попали и три резных домика на улице Щедрина, которые теперь стали единым усадебным комплексом. Номера 19, 21 и 23 были памятниками еще в советское время. Сейчас же в реестр объектов культурного наследия включили прилегающие территорию и хозяйственные постройки, что поможет сохранить их в первозданном виде. Это такие яркие образцы как раз русского стиля в архитектуре. Этот стиль стал популярен во второй половине 19 века. Считается, что, скажем так, родоначальник этого стиля, человек, который ввел этот стиль в моду, архитектор Рапет, точнее фамилия у него была Петров, но он, в общем, фамилию свою немножко поменял, поменял местами буквы и стал Рапетом. И поэтому зачастую такой стиль называют Рапетовский еще. Это как раз стиль, который включает в себя деревянные резные наличники, карнизы красивые. Вот это то, что мы все любим, похожее на деревянные терема. Также это практически единственная сохранившаяся в Рязани усадьба с садом, который до сих пор плодоносит. Интересная история дома его построили в 19 веке. А в 1910 году Петр Михайлович Попов, родственник изобретателя радио Александра Попова, решил выдать замуж свою дочь и в качестве приданного подарил ей эти три дома. Софья Петровна оказалась владельцей всей этой усадьбы. И я как хорошо ее помню. И давала она мне книжки старинного деревянного издания. И все, там были у нее журналы Нивы. В общем, мы с ней были в хороших отношениях очень. Анатолий Иванович родился в 1930 году и всю жизнь провел в этом доме, который за годы внешне практически не изменился. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok